19 часов и 4 минуты в российской столице. Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Пранько. Начинаем нашу ежедневную вечернюю интерактивную программу «Реальное время». Я вот сейчас зашел на наш сайт и просто у меня такая отрыбь взяла, значит, от заголовка «Навальный уже готовится надолго сесть в тюрьму». Это вот первое, что я увидел на сайте финам.фм. Потом я увидел, что это новости партнеров. То есть я понимаю, там какой-то агрегатор стоит, который агрегирует это все. Так нельзя шутить, господа. Тем более, находясь в прямом эфире. У нас сегодня будет важная и интересная тема. Владимир Путин как политик. Шаг вперед и два шага назад. Человек, который уже фактически 12 лет управляет Россией. Ну, даже на днях было 100 дней с момента его очередного вступления в должность президента России. Как мне представляется, очень противоречивая фигура. Я иллюстрирую это на одном примере, который, в общем-то, все знают. Это ситуация 2008 года и его уход с поста президента, нежелание пойти на третий срок. Многие тогда, в том числе и я, мне в этом не стыдно признаться, расценил данный поступок как, в общем-то, проявление демократии, реальной свободы в стране и отход вот от тех 8 лет, которые были примечательны до того. Но это вот шаг вперед. Далее было сделано не просто два шага назад. Дальше, далее было сделано, наверное, 100 шагов назад, когда в президентство господина Медведева были приняты поправки, продлевающие сроки президента до 6 лет, парламента до 5 лет. Я там не видел никакого обоснования, и по сей пору мне никто не сможет доказать, что это необходимо было сделать. Это так же, как сегодняшняя ситуация у нас с выделенкой, да, столичные власти решили закрасить. Полосы 52 миллиона ухнем. Не побоюсь этого слова и всего пафоса народных денег, да. Власть развлекается за счет налогоплательщиков. Хотим, делаем выделенки, хотим, закрашиваем. Деньги ваши. Так вот, господин Путин мне представляется весьма противоречивой фигурой. Я представляю моих сегодняшних гостей. Это Александр Рыклин, главный редактор портала еженедельного журнала. Александр, добрый вечер. Здравствуйте, ежедневно. Ежедневно. Чего страшно. Ежедневно, безусловно. Это оговорка по Фреду, значит, будет вновь еженедельный вариант в печатном виде. Надеюсь. И Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Напомню, средства связи для слушателей. Многоканальный телефон 6510996, код москвы 495. Звоните. finam.fm. Это портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Слушайте, смотрите, пишите, звоните. Пользуйтесь в том числе и моим личным аккаунтом в Твиттере. Он также подключен. Так что все средства связи к вашим услугам. Александр, вы за эфиром мне сказали, что вы не согласны с посылом о том, что господин Путин противоречивая фигура. Если я правильно вас понял. Да, да. Мне кажется, что на самом деле за все вот эти 12 лет своего правления, ну сейчас уже почти 12 лет, да, да, конечно, он демонстрирует вполне цельную позицию по целому ряду вопросов, а главное по тому пониманию и представлению о власти, как о чем-то, как о том, с чем нельзя расставаться ни на секунду, вот как с ядерным чемоданчиком. То есть раз прилипло, все, держи. И в этом смысле, конечно, годы медведевского правления, в общем, ничем не отличаются. Мы же все прекрасно понимаем, что и в годы медведевского правления он ни на секунду этот контроль над властью не терял. Это же очевидно. Поэтому, мне кажется, вполне цельная фигура. Он так представляет себе оптимальную модель государственного устройства. Он по-другому не мыслит. Он не понимает, как могут существовать в принципе... В принципе, он, видимо, очень презрительно относится к демократическим институтам. Он их терпит. Он считает, что с ними нужно считаться, поскольку это приметы нынешнего времени. Но на самом деле, конечно, они ему мешают. Он пытается максимально игнорировать, как может. На протяжении всего своего правления ничего не происходит. Он не меняется. Он отказывает... Он игнорирует полностью общественное мнение. Он не слышит никаких сигналов, поступающих от общества. Он на них никак не реагирует. Ну и в этом шанс гражданского общества, конечно. И в этом смысле его слабость, разумеется. То есть это цельная фигура? Я считаю, что да. Замыкающая на себе всю власть? Да, конечно. И не терпящая, но... Как-то правильно по-русски сказать... Вынужденная терпеть демократические вот эти манипуляции... Ну, это условия игры. Он понимает, что на сегодняшний день это определенные условия игры. Это некая данность, которую надо максимально игнорировать. Но полностью не удалился. Это Александр Рыклин. Дмитрий, Ваш взгляд? Ну, прежде всего, я думаю, что Путин добился огромного общественного доверия в 99-2000 годах. И сохраняет его сегодня. Именно потому, что он меняется. Условно говоря, Путин версии 1.0. Путин версии 2.0. И нынешний Путин там, условно, версии 3.0. Это разные политики. С разной повесткой мы ее знаем. Сначала порядок, потом антиоглигархическая. Теперь там повестка развития или какая-то другая. Это обсуждаемый вопрос. Всегда, всегда Путин поверх элит. Поверх каких-то представлений о том, что он должен делать. Представления различных групп интеллигенции, той же элиты. Он всегда понимал общественный запрос и четко реагировал на него. Именно этим он обязан, так сказать, тому доверить. Точнее, только благодаря этому, им прежде всего благодаря этому, он имеет то общественное доверие, располагает им, которое имеет. А можно вспомнить, что по опросу в ЦОМ недавнему 57% готовы за него проголосовать и 44% доверяют. Что очень, в общем, немало. Человек, который 12 лет на посту, иметь 44% доверия и всего лишь четверть антирейтинга, это весьма неплохо. Я, кстати, думаю, что, значит, вот... Но с поветру держат. Исследование, да. Исследование Левада-центра недавно тоже было. И, значит, звучали жесткие комментарии, что, так сказать, рейтинг его идет вниз. Ну, с чем сравнивать? В 99-м году он был, это был Путин мифа. Путин надежды. Он и сейчас является лидером надежды. Но тогда он был лидером великой надежды. А сейчас потускнется? Сейчас он рациональный политик. Менеджер, глава государства с большим опытом, с серьезной системой ответственности и мерой ответственности, но уже, так сказать, вот этого мифологического налета, конечно, лишенный, безусловно. И поэтому я, например, и очень значительная часть, я считаю, элиты, да, она ждет от него рационального курса, а не каких-то, так сказать, мифологических... А в чем, на ваш взгляд, он может заключаться? Ну, рациональный курс, ну, сейчас это, так сказать, нормализация после, значит, нестабильности, которые мы наблюдали осенью и зимой. Слово стабилизация меня уже... Нормализация, нормализация, я скажу. Да, это другое несколько смыслов. И, значит, ну, ради чего это, так сказать, ради развития тех же национальных демократических институтов, возможно, они развиваются вопреки каким-то... Демократических институтов. Демократических институтов, да, возможно, вот я здесь хочу Александрову заразить, они развиваются вопреки мнению Путина, но они развиваются именно при нем. В 90-е годы эта система была разорвана, там не было никакой демократии. Там была коррупция, там была... Ну, как, что за институт? Начиная от политических партий и заканчивая муниципальными... В России нет политических партий. Да что, в их 126, включая РПР Парнас, только что зарегистрировали. Не отвечает ни одному классическому признаку. В России не существует политических партий, у России разрушена политическая система. В России нет реально функционирующего парламента. В России нет принципа разделения властей. Ну, прямо как Маркиз де Кюстин. Одни фасады, никакой реальности. Совершенно верно. Совершенно, конечно. Но это не так. То есть вы считаете, что все имитировано, реально фасады, реальные названия, но качественной составляющей никакой нет. Ну, конечно. Все это профанация. Сейчас, когда резко возрастет конкуренция на выборах, конкуренция партии. Сейчас, когда выборы губернаторов, при всех ограничениях, которые там обсуждаются, типа муниципального фильтра, я, кстати, не думаю, что это ограничение. Это еще и возможность для местных элит сплачиваться при преодолении муниципального фильтра и формировать новую региональную элиту через 2-3 избирательных цикла. Но, несмотря на все эти ограничения, есть ли их как ограничения... 2-3 избирательных цикла, это 15 лет. Ну, 10-15, да. Ой. Так вот, даже если считать это ограничениями, да, развитие институтов этих идет, и оно происходит на всех уровнях, начиная от уровня федерального и до муниципального. И, кстати, отрицать развитие национальных демократических институтов в период, скажем, с декабря прошлого года и по там настоящее время, ну, абсурдно. В России бурным цветом развиваются национально-демократические институты, Александр. Нет, вы не замечаете. Это не специфический термин. Национально-демократические, то есть наши демократические институты. Я понимаю. Наши партии, наш парламент, наше местное самоуправление и так далее. Ну, вы, как начали говорить, про декабрь прошлого года, видимо, вы имеете в виду подъем гражданского движения, если вы об этом говорите. В том числе и это повлияло, конечно. А какое же это имеет отношение к демократическим институтам, которые так, собственно, и ничего с ним не случилось. Сначала были фальсифицированы выборы в Думу, и это, собственно, стало толчком для развития гражданского общества. Потом то же самое произошло с президентским выбором. Ничего нового не случается. Ну, подождите, Дума стала, как известно, местным для дискуссий, там другая, ну, изменилась система, значит, распределения... Ну, подождите, давайте несколько слов. Значит, изменилась система распределения комитетов. Это частичное решение, но тем не менее. Политические партии, регистрация при 500 участниках. Ну, регистрируюсь и не хочу. Каждый, каждый буквально, кому есть. Почему до парламентских выборов этого не было? Ну, пакет этот был, так сказать. Что, год-два тому назад? Пакет этот был, и, конечно, декабрьские события его просто ускорили, его принятие, это очевидно. Ну, так вот, это второе. Значит, вот РПР Парнас зарегистрировался, классический, да, сюжет. Губернаторские выборы. Я никогда не поверю людям, которые говорят, что, значит, эти фильтры, значит, сдержат, не будет, на самом деле, выборов. Там, где люди голосуют непосредственно, выборы будут прямыми, какие вы фильтры не поставьте. Это совершенно очевидный факт. А муниципальные, значит, эти самые, муниципальные советники, это по существу, между прочим, серьезные советники муниципальных собраний и вообще муниципальные депутаты. Серьезная процедура. Они фактически, вот в процессе сбора подписи, да, губернаторами, они оценивают его программу. И еще раз хочу подчеркнуть, пройдет 10-15 лет, и вот эти люди, которые сейчас будут преодолевать муниципальные фильтры, не преодолеют их, потом они их преодолеют, создав региональные элитные коалиции. Это будут очень серьезные люди. Это Дмитрий Орлов, прервемся на краткий выпуск новостей, затем продолжим. 19 часов 18 минут, это реальное время, Финам.фм, Путин как политик, шаг вперед, два шага назад. Здесь, в московской студии прямого эфира, Александр Рыклин и Дмитрий Орлов. Пишите и высказывайтесь на финам.фм, как вы относитесь к фигуре господина президента, что вы о нем думаете. Чуть позже мы подключим на наш многоканальный телефон. Александр, я так понимаю, вы совсем не согласны ни с прямыми губернаторскими выборами, ни с честностью, ни с чем. Понимаете, немножко это странно сегодня обсуждать. Мне казалось, что там, ну, сегодня уже все, абсолютно все в стране понимают, что вопрос о власти не решается на той процедуре, которую сегодня называют, вот, Единая Россия называют выборами, или там, пакетологи Единая Россия называют выборами. Выборов в стране нет. Просто нет. Их просто нет. Хватит говорить о том, что они честны, просто нет. Этот институт похоронен этой властью, и он как-то исключен из оборота. Его не существует. Это уже стало совершенно очевидно там для того гражданского общества, которое сегодня формируется, конечно, прежде всего в столице, конечно, прежде всего в Москве. Если говорить о Путине, вот о Путине 2.0, вот об этом новом Путине, то, конечно, для Москвы Путин это лидер отстоя. Путин это лидер отстоя для огромного числа москвичей. Ну, социологические исследования этого не показывают. У Москвы, в том числе, по столице. Значит, рейтинг Путина все равно доминирующий, даже и в Москве и Питере. Конечно, это не абсолютное большинство, как в регионах, но все равно. В сравнении с политиками прочими он кратно популярнее. В сравнении с Грызловым, ну а с кем? С Прохоровым, с Зюгановым, с Явлинским. Нет, ну, Александр, я очень хочу, чтобы вы прокомментировали, прокомментируете. Ну, ваши-то лидеры. Нет, пожалуйста, пожалуйста. Да нет, ну, что если в стране 12 лет уничтожается политическая система, в стране 12 лет нет конкурентной политики. Естественно, нет политики. Нет, вы говорите, отстой просто. Это не отстой. Лидер отстой. Отстой это 2%. Значит, когда он лидирует, да. А 2% от кого мы считаем? Мы считаем, вот смотрите, вот 15 сентября будет большая протестная акция. Посмотрим, насколько большая. Посмотрим. Посмотрим, не хочется загадывать. Но я вам скажу, меньше 100 тысяч не выйдет. Меньше 100 тысяч уже не выходит. Выходят люди, которые понимают, это единственный шанс поменять страну. Выходят люди, которые говорят, мы больше в этой стране жить не согласны. В этой стране лживая. Эта страна не представляет никаких лифтов для нас, для молодежи в том числе. Эта страна вот таких приговоров, свидетелями которого мы стали на днях. Я имею в виду Пусси Райт. Эта страна вот тех законов, которые издает эта смешная кукольная дума. Все вот эти законы про новая редакция закона про митинги и все остальное. НКО. НКО. Над ним все смеются. Все потому, что никто это не будет исполнять. Дума уже смешная. Никто на них... Это периферия общественного сознания. Вы знаете, так говорили в 17-м году, что дума смешная. А и сейчас Пономарев говорит, как они хорошо сработали в 17-м году. Откровенно восхищается большевизмом. Послушайте мне. Вот вы говорите о том, что эти институты невозможны и неприемлемы. А каким образом вы хотите осуществлять... Хорошо, нужен транзит какой-то модели, которая вам выгодна. Каким образом он будет происходить? Не транзит модели, а нужно вернуть страну на путь нормального демократического развития. Нужно вернуть страну выборы. Ну вот вы проявили 100-тысячную акцию. Предположим, она закончилась без последствий. Не так, как акция 6 мая. И что? И что дальше? Дальше все происходит в мире везде одинаково. Однажды выйдет не 100 тысяч, а миллион человек. И просто не пустят Думу на охотный ряд. Просто не пустят. Ну вот, собственно. Да, конечно. Которая тот временно, и слазь кончилась в ваше время. Совершенно верно. Когда нет выборов, по-другому не бывает нигде в мире. К сожалению. Но что делать? Единственный вариант... Это будет не демократия. Это будет разрушение системы власти. Вот, собственно, и все. Нет никакой власти. И все должны это отлично понять. Сегодня в России нет законной избранной власти. Александр, а кто в Кремле сидит? Кто на охотном ряду сидит? Узурпатора, конечно. Конечно, у вас власти. Вы считаете, что Путин был избран незаконным? Конечно. Конечно. Весь массив нарушений, которыми мы стали свидетелями на морских выборах, свидетельствует о том, что это абсолютно незаконные выборы, как и выборы декабрьские. Да нет. За него, конечно, проголосовали большинство. Это очевидно. Наверное. Ну, мы про это просто не знаем. Наверное, большинство. Если, так сказать, животное мяукает, как кошка, если он выглядит, как кошка, дерется, это кошка. Если большинство социологических исследований, эти самые экзит-пулы, собственно, сами итоги выборов говорили о том, что он избран законно, значит, он избран законно. Нет, не говорили. А массив нарушений таков, что мы не можем признать, что он не может. Да не было этого массива. Это фантазис. Да нет. На президентских не было никакого... А на парламентских? И на президентских. На парламентских, так сказать, этот вопрос... Ну, в судебном порядке они оспорены не были. Ну, понятно. Вот. Но, конечно, вопросы... Идите в суд. Вам не надо ваши выборы, идите в мой суд. Вопросы были, так сказать, у разных, так сказать, организаций. Они снимались. Они снимались путем различных судебных процессов. Ну, безусловно, степень... Дума легитимна, это несомненно. Но степень ее легитимности, на мой взгляд, ниже, конечно, чем степень легитимности президента. На самом деле... Это интересно. Вот этот новый второй срок Путина, как мне представляется, главная задача, которая стоит перед вменяемой оппозицией, вменяемой оппозицией, это привести страну к мирному ненасильственному демонтажу режима. К мирному ненасильственному. К мирному ненасильственному демонтажу режима. Ну, а как вы это себе представляете, если вы говорите, выйдет миллион, и они вышибут думцев из Госдумы? Как вы это себе физически представляете? Первое слово «вышибут» я не произносил. Это правда. Я это правда. Я не произносил. Хорошо, вынудят, вынудят. Как это физически произойдет? Вы знаете, очень сложно сейчас говорить, на самом деле, как начнут развиваться. Вот мы, вот буквально вчера же была годовщина 19 августа. Вы помните 19 августа 1991 года? Помню, конечно. Скажите, пожалуйста, а вот, например, 19 мая 1991 года, вы могли предвидеть... Нет, не мог. Не мог. Правильно, правда? Ну, я вообще был студент. Совершенно верно. Ну, не важно. Даже если бы вы не были студентами, а вы были бы профессором и доктором наук, вряд ли бы вы смогли предвидеть. Вот сегодня... И даже госсекретарем США. В полной мере они это не предвидели, конечно. Совершенно верно. Я вам хочу сказать, вот сегодня, сегодня, 22 или 21 августа, мы не знаем, какая будет страна 1 января 2013 года. Процессы идут быстро, процессы, они так вот концентрируются. То есть вы проводите аналогию? Ну, знаете, сейчас в этом современном мире все еще идет быстрее. У нас интернет, все по-другому. Все совсем по-другому. Вот сегодняшнее... Понимаете, вот чем для них опасен, например, если мы рассмотрим ситуацию с Гудковым... Со старшим. Со старшим Гудковым. Ну, со старшим, конечно, старше, более интересным в этом смысле. Почему вот такое яростное давление? Совершенно неадекватное, кстати. Ну, зачем его так вопиюще, незаконно лишать мандата? Ну, зачем? Ну, достаточно, например, снять непрекисновенность, как с этого коммуниста бессонного. Ну, зачем вот такая... Понятно же, зачем. Потому что он очень характерный пример. Он пример того, что человек системный, абсолютно инкорпорированный в систему. Отставной полковник КГБ. Вдруг. Временно. Конечно, конечно. Вдруг, непонятно почему, непонятно почему для этих людей. Переходит на сторону оппозиции. Оппозиция его принимает. И он становится там вполне себе сопоставимой фигурой. Он никакой не лидер, на самом деле. Но он один из лидеров. Это же совершенно опаснейший прецедент для вообще сегодняшней структуры власти. Потому что мы говорим, вот так будет происходить. Вот как только они начнут чувствовать, как только вибрировать. Вот сегодня вышло 100 тысяч человек, завтра выйдет 300 тысяч человек, уже будет таких Гудковых 20 человек. Как только Москве выйдет полмиллиона, 100 Гудковых, 500 Гудковых, все кончилось. Все от этой вертикали... Как это кончилось? В 91-м году. Слушай, а путинской вертикали остается лужица, с ней не надо воевать, ее надо подтереть спокойно, выжать тряпочку и начать формировать нормальные институты демократические. Можно я скажу о главном... Выжатые тряпочки. Про тряпочку и прошагреневую кожу, которая сжимается. Главное отличие сегодняшней ситуации от ситуации 91-го и 17-го годов в том, что власть понимает угрозы, власть правящей элиты, и создает, ну, попросту выражаясь, так сказать, механизмы, источники, дырочки для выхода пары. Это законопроект по 100 тысячам, допустим, 100 тысяч подписей можно будет собрать и внести в Государственную Думу. Значит, те же партии, вплоть до дивана, где будет там 500 человек, те же прямые губернаторские выборы, те же, так сказать, упрощения муниципальных различных процедур. Вот, я не исключаю, что в этом арсенале будет и возвращение к выборам по одномандатным округам депутатов Государственной Думы. Это все методы, с помощью которых протестная энергия может быть канализирована. Вот Чирикова говорит же сегодня, я готова выдвигаться в мэры Химик. Это что означает? Что она готова играть по правилам системы. Рыжков и Касьянов регистрируют парнас в Минюсте. Это значит, что они готовы играть по правилам системы. Но есть и те, кто не готовы, безусловно. Система, которую определил господин Путин? Нет, нет. Это система, которая... А подсчет голосов везет господин Чуров? Нет, нет. Ну, это не совсем так. Я думаю, что у той же Чирикова есть шансы на победу. А как, вот, Александр, вопрошай. А как? Я просто хочу сказать, что не Путин ее создал. Она была создана в ходе довольно сложных трансформаций в 90-е и нулевые годы. Сказать, что Путин создал... Я согласен. С этим не согласен. Он не бог. Это результат... С этим не согласен. И воле изъявления... То, что он не бог, я тоже согласен. Да. И воле изъявления населения, и интересов бизнеса лет, и интересов правящей лет. Это довольно сложная конструкция, надо сказать. И так вот, говорит, Путин, он, да, Мичуров, там, вот это вот, это все сводить к таким инструментам. Она бы не простояла трех дней, если бы она так управлялась. С этим, вот то, что вы говорите, там, либерализация в части губернаторских выборов, партии, там, муниципальные эти, и так далее, и так далее, да? Параллельно, закон о митингах, закон об иностранных агентах, закон об НКО. Вы знаете, это... Трясучка! Связанная со списком Магнитского. Я такого возбуждения в российской элите никогда не наблюдал. Вы знаете, я бы назвал это... Причем это не защита, суверенитета явно. Я бы назвал это пактом нормализации условия. Вот это. Да, вот все это, и это, конечно, адресовано не всему политическому классу. Это не акт репрессалии, не акт угроз. Это адресовано вот этим самым той части протестной элиты, которая делает ставку на большевизацию протеста. То есть не хочет идти через легальные демократические институты, как Чирикова, как Рыжков, как Касьянов, как многие другие, которые говорят, сломаем систему. Мы не будем демократизировать ее, мы не будем избираться, мы не будем стремиться к тому, чтобы она стала более открытой и честной. Мы сломаем ее. Вот против этих людей, которые готовы идти против закона и порядка, и направлен этот пакт нормализации. Краткий выпуск новостей, затем продолжим. 19.32, реальное время, Финам.фм. Здесь Александр Рыклин, Дмитрий Орлов. На портале финам.фм идет прямая веб-трансляция, туда же пишите. Александр, хочу услышать ваши комментарии. То есть вы большевик? Нет, 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 нет. Я как раз не большевик, боже упаси. Я как раз хочу, чтобы все здесь закончилось мирно, тихо и спокойно. Я... Вы в самом начале сказали ненасильство. Ненасильство. Вообще, я вам хочу сказать, что изначально на всех знаменах нынешней реальной оппозиции написано, что мы... Как бы ни складывалась сегодня история, что бы там дальше ни происходило с Путиным, не с Путиным, нынешняя сегодня оппозиция будет действовать. Исключит ненасильственным путем. Исключит. Мы никогда не возьмем в руки оружие. Мы никогда не призовем никого чего-нибудь штурмовать. Ничего этого не будет. Наоборот. Сегодня нам кажется, что власть своими неадекватными действиями, своими... Вот всеми... Вот у собственных все сегодня перечислили вот этими всеми безумными инициативами. Она как раз провоцирует, особенно молодежь. При этом Седякин экспортирует, как известно, демократию в США. Ну да, это понятно. Особенно молодежь. Сегодня мы всеми силами стараемся удержать нашу оппозиционную молодежь от ответных резких действий. Понимаете, одно дело там, когда в депутатов Государственной Думы летят торты, хотя этого еще нет, кстати говоря. И это не призыв. И это не призыв, конечно, да. Да, любые демарши сегодня... Вот сегодня важно и стролить, конечно. Любые демарши сегодня это лучшее, что может быть. Но мы категорически против того, чтобы не в конце полетели гранаты. Мы категорически против этого. Как бы не развивалась ситуация. А можно ли... Дмитрий говорит о том, что Путин сделал несколько реверансов вот в адрес тех, кто готов строиться в систему. Было сказано... Значит, Чиликова, Немцов, Рыжков, Касьянов и так далее. Это было адресовано на самом деле всем. Но я сейчас о другом хочу сказать. Вот эта формула «Мы здесь власть», которая звучит часто на митингах, она удивительно похожа на большевистскую формулу. Мы готовы... Левая, Ленин ее употребил, мы готовы взять власть всю, целиком. Вообще очень много. Ведь вот на акции 6 мая, это мало кто помнит, а ведь она была левая, она была вся красная. Вся власть... Нет, это неправда. Я шел в колонии правых. Вся власть Советом... Конечно, левые были, их было много, но они не все захватили. По стилистике. По стилистике. Вся власть Советом, огромный лозунг, огромное количество активистов Левого фронта. И у Левого фронта, посмотрите, какая программа. Это национализация, это агрессия в отношении мелких собственников. Это то же самое, что было у большевистской партии. Можно я вас сразу... И если говорить о том, что это рукопожатный левый либерал, говорят про Удальцова, да помилуйте. Это классический политик большевистского типа. В 17-м году большевизация Советов была, сейчас мы наблюдаем большевизацию протеста. Вот и все. И это, кстати, в технологическом смысле для Удальцова, это верный шаг. Шаг, ставка на Люмпенов, на, значит, сторонников, радикальных сторонников коммунистической партии. Там он получит реальных сторонников, в принципе, может получить, в чем опасность. Миллионы людей. Здесь, на городском, так сказать, среднем классе, условно говоря, переворот не совершишь. А название акции Всероссийская Октябрьская Политическая Стачка, это полная калька большевистской акции 1905 года. Полная калька. Я уж не говоря о Пономарёй, который поёт о Санну действиям большевиков в 17-м году. О, как хорошо они сработали. Собчак возражает ему, знаменитая эта история с сериалом «Срок». Собчак возражает ему, я не буду в этом участвовать, я хочу там, так сказать, заниматься тем, всем пятым. А что ты тогда сюда пришла? Я недословно, конечно, воспроизвожу. Кстати, смотрите, на самом деле, вот тот комитет, коррекционный совет протестных действий, который существует, и который возглавляет «Удальцов», надо сказать. Это неправда. Слушайте, ну давайте, я вас не природу. Ну, лидером, который является «Удальцов». Одним из лидеров. А там есть ещё Немцов, а там есть ещё Каспаров, а там есть ещё Навальный. Это что, по-вашему, все фигуры, которые меньше «Удальцова» по своей общественной значимости, или, может, по своей популярности? Нет, конечно. Уже через пару месяцев будут намного меньше. Давайте не будем прогнозировать. Давайте не будем прогнозировать. Тем более, что на осень намечены выборы в Координационный Совет, и он станет легитимным органом оппозиции, и он станет представлять протестное движение, совершенно легитимно. Это открытые выборы, будут опубликованы все правила, все могут участвовать, ради бога. Но я сейчас хочу сказать о другом. Вы начали говорить о экономической, в том числе, программе «Левого фронта». Она меня совершенно не интересует. По этой логике получается, что Путин правый. И я её... Конечно. Ну, Путин вообще правый, это естественно. Да, Путин правый. Уж правее «Левого фронта» просто точно. Это правда. Но проблема-то в том, что мы сегодня вообще не обсуждаем никакие социальные, экономические, политические программы. А почему вас не интересует программа «Левого фронта»? Это ваша парк... Можно я договорю? Почему? Мы говорим, сегодня перед нами в руинах политическая система страны. Вот собрались люди, которые говорят, ребята, нам, чтобы начать конкурировать нормально, политически, сначала нужно воссоздать институты. Нам нужно привести страну к первым свободным выборам. Нам для этого нужен переходный период. Нам для этого нужна новая конституция. Нам для этого нужно прекратить полномочия парламента и президента. У нас целый набор мер, которые необходимо осуществить до того, как будут произойдут в стране первые свободные выборы. А как прекратить полномочия? Конституционным путем президента и парламента? Ну, каким-нибудь, каким-нибудь путем. Каким? Знаете, я думаю, что они сами прекратятся. Это ровно то, о чем я говорил. Это ровно то, о чем, это все будет, вот когда я говорил про лужицу, которая останется от вертикали, я вот это имел в виду. Понимаете, когда власть начнет сыпаться, очень важно, чтобы были некие структуры, которые готовы на какой-то временный период ее подхватить. Конечно. Конечно. Нужно вести экономику, нужно, чтобы не рухнул Центральный банк, нужно, чтобы в стране продолжалась жизнь какая-то. Военно-революционный комитет. Такая структура была в 17-м году. Чтобы какое-то время в стране продолжалась жизнь. И дальше должна быть структура, которая действительно приведет, вот должны появиться политические партии, они начнут конкурировать между собой, они должны получить доступ к средствам массовой информации, и тогда уже люди начнут выбирать между Удальцовым, Немцовым, Навальным. Наверняка вот хотя бы у тех, кто… А если Путин решит поучаствовать? Или Зюганов, или Явлинский, им там места нет? Ну, очевидно, я не знаю. Очевидно, вы мне задаете вопросы, на которые у меня нет готовых ответов. Ну, очевидно, уж даже… Ну, это пускай, что Владимир Владимирович вдруг тоже… В переходный период. Наверное, начнут действовать какие-то инструкционные процедуры. Я предполагаю, что, например, партия «Единая Россия» будет объявлена преступной организацией. Ну, просто дивный новый мир нас ожидает. Ну, давайте вместе его конструировать. Вдруг какой-то новый мир вас все равно ожидает. Единственное… Это угроза прямо. Нет. Главное, что просто он оказался без виселес на Тверской. Вот что важно. Вот что важно, на самом деле. Что ответите на это? Ну, знаете… В общем-то, Александр обрисовал. Да, обрисовал. Поговорка замечательная, российская, русская. Хорошо бы, хорошо бы нам слона поймать большого. Я думаю, что если бы оппозиция пользовалась поддержкой миллионов людей, а лучше десятков миллионов, конечно, они осуществили бы любую свою программу. И заставили бы власть сесть прямо вот так за стол переговоров, хотя они никто, да, как это сделала солидарность в Польше. И много на что еще, так сказать, власть бы подвигли, условно говоря. Но все дело в том, что этих людей, конечно же, поддерживает ничтожное количество, даже сейчас, после протестных акций, после раскрутки, которая у них была… Я прошу заметить слова Александра Рыклина о том, что события могут развиваться лавинообразно. Это правда. Это правда. Особенно, если их системно готовить, как учит нас Джин Шарп. Да, и, кстати, во многих действиях нашей оппозиции протестной, несистемной или, там, уличной, можно проследить как раз, так сказать, четкое следование… Ну, мы тоже книжки читаем всякие. То, естественно, тем шагам… Это вопрос о том, что развивается стихийная волна протеста, так сказать, людского и так далее. На самом деле, все готовится… Я просто думаю, что население наше… Это, кстати, по поддержке Путина видно, не только по общему отношению к системе. Население наше рационально уже. Вот есть, конечно, эмоциональные, экзальтированные люди, но их на самом деле очень немного. Люди мыслят рационально. И если они зададут себе вопрос… Они уже однажды задали себе этот вопрос, если не Путин, то кто? И получили на него для себя простой ответ. Или Зюганов, или лидеры протестного движения. И это увеличило консервативный электорат Путина и его поддержку на президентских выборах. Это… А не какие-то фальсификации. Вот. А теперь… Такие же, если особенно акции эти будут собирать, как обещает Александр, сотни тысяч человек, в чем, кстати, я не уверен. Я не обещал, кстати. Но если они будут собирать сотни тысяч человек, люди тоже будут задавать этот вопрос. Что последует? Что будет… Подождите. Что будет после? Что будет после этих акций? И вот этот джентльменский набор, в котором будут люстрации, неопределенный переходный период, когда неизвестно, кто будет управлять и нести ответственность. Насилие, неизбежно сопровождающее незаконное время, оно будет незаконное. Это все будет напоминать на самом деле, что реально будет в стране, если, предположим, это случится. Реально это будет ситуация с октября 2017-го по конец 2018-го года. Вот что будет. И в ней будет виноват персонально Путин. Ну, Путин ли будет не виноват? Потому что он, он, зачестив политическое поле, создал эту ситуацию. Сейчас он дает возможность всем. Меня не устраивает. Он всем дает возможность. Почему они не регистрируют политическую партию еще одну? После 18 лет своего правления? Почему 18? Ну, фактически, мы ждем до какого перерыва? Подождите. Он сделал конституционный перерыв, который требовался. Он совершенно на горло конституции не наступал. Формальный. Почему? А кто из них врал, когда сказал, что мы 4 года тому назад решили об этом? Если бы Медведев заходил. Это началось, на самом деле, не в декабре. Началось 24-го сентября, когда фактически эти две персоны оскорбили всех, сказав, что 4 года тому назад мы обо всем уже договорились. Ну, я убежден в том, что это было такое рискованное заявление. Но оно было. Рискованное. Рискованное. Для репутации этих, несомненно, политиков. Я о другом хочу сказать. Медведев, если бы захотел, он мог бы баллотироваться. Правда ведь? И в этой системе она могла развиваться по-другому. И развилка это была. А в восьмом году, в седьмом, восьмом была еще опаснее развилка. Если бы Путин, как его подталкивали эти сторонники третьего срока, я с ними тогда очень жестко боролся, между прочим. Кстати, о птичках. Значит, толкали его. Растоптать Конституцию, наплевать на нее, значит, ну, то есть не растоптать, а там ее провести, значит, через законодательное собрание и так далее. Этого же не произошло. Этот человек сделал вполне определенный выбор. И он сделал его во имя буквы Конституции. Ему ничто не мешало. Ни общественное доверие огромное, ни института у него в руках, там, в кулаке и так далее. А он не пошел на это, понимаете? Поэтому говорить о том 12, 18 и так далее. А в 1996 году Ельцин не стал отменять выборы. Ну и чего? Правильно, потому что всегда выборы лучше украсть, чем их отменять. В 1996 году Ельцин украл выборы. Ну, хорошо, ладно, мы не будем сейчас возвращаться. Ну, кстати, со слов Дмитрия Анатольевича это именно так. По словам участников встречи. Сама пресс-служба Медведева это не подтвердила. Александр, я хочу перед новостями, чтобы вы все-таки прокомментировали такой тезис Дмитрия Орлова, о том, что если реализуется вот ваш план, ваше видение, да, то это хаос, бойня, ну и так далее. Если реализуется наш план, страна войдет в новый период своего развития без крови. Если наш план не реализуется, сценарий непредсказуем. Я просто даже не хочу его описывать. А пишите, а что? Ну, потому что я вам еще раз хочу сказать, что, вы понимаете, вот та наэлектризованность, которая уже ощущается, неужели вы пальцами не чувствуете этого? Вы где замеряете? Вы, вот, пришли бы, например, когда начался суд Пуссерайт, там стояло там тысячу человек в пятницу, и вы бы постояли просто среди людей. А я не разделяю, кстати. Точнее, я считаю очень жестоким приговор Пуссерайт. Я эту позицию с самого начала занимался, если вы об этом. Я не об этом сейчас говорю. Я говорю о том, что вот это электричество, оно, знаете, все время вот это напряжение растет. Вот пальчики сначала щипет чуть-чуть, а теперь я чувствую, как прямо там уже молнии бегают. И это, еще раз хочу сказать, я очень боюсь той ситуации, когда в ОМОН полетят коктейли Молотова. Я не хочу, чтобы вылил тысячи сразу, понимаете? Потому что ОМОН побежит, и тогда это ужас. Вот тогда это ужас. Вот этого нельзя допустить. Если власть не садит и не чувствует этого, и не садится на переговоры, и не понимает вообще, что нужно делать, и не делает никаких шагов навстречу, все, что вы перечислили, извините, пожалуйста, это ерунда. Это чисто профанация. Какие стопаршие? Что вы хотите, хорошо. Вот такой простой вопрос. Вот мы с вами сидим рядом за круглым столом. Роспуск Думы, конечно, прежде всего. Отмена парламентского. Конечно. Первый шаг. Дальше можно начинать разговаривать с этого момента. Но этого нет даже в актуальной повестке. Та же Пусть и Райт, извините, она вытеснила. Пусть и Райт вытеснила, как справедливо. Это вам так кажется. Очень справедливо, кстати. Она вытеснила в гетто все вот эти требования декабря и марта. Пусть и Райт закрыла собой информполе. Это правда. Ну, хорошо. Вы же понимаете, что это временная история. О, временная. Ну, конечно, временная. Конечно, временная. Давайте мы сейчас прервемся на краткий выпуск новостей, затем продолжим. Девятнадцать сорок восемь. Это реальное время. Финам. ФМ. Меня зовут Юрий Пронько. И здесь в московской студии Александр Рыклин и Дмитрий Орлов. Шестьдесят пять. Десять девяносто девять и шесть. Код Москвы. Четыреста девяносто пять для ваших звонков. А финам. ФМ. Это наш портал в интернете для ваших писем. Александр. Вот я хочу, чтобы и вы, Дмитрий, сейчас прокомментировали письмо, которое пришло мне буквально за несколько минут до эфира от одного из моих фолловеров в твиттере, который Алексея Новикова. Он пишет, Юрий, вам не кажется, что в нашем обществе может начаться или уже началась гражданская война? Если раньше разногласия были только политические, экономические, то сейчас уже и серьезные религиозные. Это к вопросу о пятнице, да, минувшие. Кроме того, могу сказать, что растет и региональное недовольство. Причем даже в регионах, где проживают в основном русские. Например, Новосибирская область. Все больше и больше людей реально задумываются над тем, что они хотели бы жить без Москвы и Петербурга. Точка. Это Алексей Новиков. Вот я хочу ваш комментарий и ваш услышать. Пожалуйста, Алексей. Ну, на самом деле, вы знаете, на самом деле, вот это еще один фактор, вот это вот очевидное сращивание сегодняшней мракобесной всей этой истории, абсолютная инквизиция. Ну, все это понимают. Ну, невозможно на это смотреть просто спокойно. И это стало, на самом деле, конечно, ну, я не знаю, насколько это связано с региональной политикой, религиозной историей. Мне кажется, в меньшей степени. Но, конечно. Смотря какой регион. Ну, нет, конечно. Конечно. Вы понимаете, ну, если говорить про регионы, то есть два острых, на мой взгляд, наиболее острых регионов, где вообще… Это, конечно, Чечня. Это Чечня, где просто… ну, и почти уже весь Северный Кавказ, где просто отсутствует федеральная власть в принципе. И там, конечно, совершенно все по-другому. И во многом Дальний Восток. Дальний Восток тоже почти отломанный Ламуть. Вот там все по-другому. Я как-то пытался. Мне было интересно. Я начал там разбираться. Там все очень интересно, очень сложно. Нас, я думаю, в ближайшие годы ждет серьезные истории на региональном фронте. Прежде всего, конечно, на Кавказе. Но и вот этот вот дальневосточный фактор я бы не оставлял без внимания. Что касается гражданской войны. Ну, вы знаете, мы уже про это сегодня много говорили. Еще раз. Я очень надеюсь, что удастся ее избежать. Это Александр Рыклин. Дмитрий Орлов. На мой взгляд, угрозы гражданской войны не существует. Ни по, так сказать, линии противостояния протестное движение власть – это не гражданская война. Это серьезное противостояние содержательное, но не гражданская война. Ни по линии религиозной. Я считаю, что религия, так сказать, у нас не настолько значимый, на самом деле, регулятор. Большинство она интересует как гражданский культ. Как, я не знаю, 9 мая. А подлинных клириков их всего там 3-4%. Соответственно, феминисток и сторонниц пуссирают. Их там еще меньше. Поэтому, конечно, приговор для образованной части населения трудноприемлем. Я, например, себе с трудом представляю, так сказать, почему за хулиганство, так сказать, причем без причинения там тяжких или каких-либо телесных повреждений. Ну, провокационные. Но, я хочу сказать при этом, что, значит, угрозы, вот что, условно говоря, брат на брата, значит, пуссирают на клириков, вот этой угрозы, к счастью, нет. Что они пойдут там войной. По, значит, национальному признаку и, значит, вот И региональный. Вот этот. Прежде всего, национальный все-таки. Там есть угроза вооруженных противостояний. Собственно, мы их уже наблюдаем. И Сагра, и Кандапога, и вот недавние события в Рязанской области. Вот там нужны серьезные усилия. Потому что там возникают уже угрозы формирования незаконных вооруженных формирований, пусть пока ситуативных, на национальной основе. И вот это представляет, с моей точки зрения, представляет сегодня наибольшую угрозу. Потому что это труднопредсказуемые вещи, во-первых. И там есть оружие. И, в-третьих, там есть национальный фактор. Вот с этим надо работать. Вот власть пытается сейчас с обмудсменами. Раньше было Министерство по национальной политике, да, региональной. Ну, возможно, какие-то действия здесь. Точнее, не какие-то, а действия, включающиеся усилия власти, усилия полиции, усилия местных властей, консолидированные с конкретными мерами. Вот здесь очень востребованы. Конечно, гражданской войны я здесь не ожидаю, но вот уровень противостояния, уровень агрессии, он очень велик. Я думаю, что те институты, которые сейчас существуют в России, они не смогут ответить на поставленные вопросы. А если их не будет, если их не будет вообще, то агрессию вообще не сдержать. Нет, естественно, у них дело завралось. Вот завралось в буквальном смысле этого слова. Последний пример – это из спортивной области, да, это противостояние фанатов «Спартака» и «Зенита», значит, с пеной у рта полиция говорила, что ничего не было. Ну да, в Рязани приехали, уехали. Завравшиеся просто, зарвавшиеся чиновники, они сами провоцируют Дмитрия Ватальевича. Но представьте, если не будет. А если не будет полиции? У них должен быть четкий механизм реагирования, четкий алгоритм. Но это и та полиция, которая сейчас нет. Но на самом деле ведь мы должны понимать, что во всех этих национальных проблемах, особенно в глубинке, огромная коррупционная составляющая. Огромная коррупционная. Мы же знаем, как это происходит. Ну, я там в разных, я не буду сейчас называть конкретный регион, но я, в общем, тоже пытался разобраться. В разных районах, на разных примерах, мы знаем, как это происходит. Приезжает несколько семей, неважно, азербайджанских, армянских, неважно, даже просто наших кавказских. Их, что называется, постепенно устанавливают, как мы говорим, хорошие отношения с администрацией. Так это происходит. Дальше вдруг выясняется, что через месяц, через полгода, через год у вас уже там 50 семей, и это вроде ничего. А потом местные люди вдруг понимают, что как так произошло, то, что все самое сладкое оказалось в руках одной сплоченной вполне себе группы. Как так случайно получилось? На самом деле, на региональном уровне, вот основная причина. Там одна коррупция, и ничего кроме коррупции. Это правда. Это так происходит. Вот это, кстати, главный итог 12-ти лет. Можно, безусловно, делать достоинства и реверансы господину Путину, и есть моменты, с которыми я даже могу согласиться, да. Но главный итог его 12-летия – это коррупция. Уровень коррупции вырос. Я разъела все в буквальном смысле этого слова. Я здесь соглашусь с господином Рыклиным. Во многом региональные проблемы на межнациональной основе, основанной уж, простите за тавтологию, именно на вот этой коррумпированной составляющей. У меня на этой неделе будет программа «Почему продажные слуги народа, значит, нарушают федеральное законодательство о трудовой миграции». Ко мне несколько раз продюсеры подходили и просили, может быть, мы как-то помягче, помягче. Я сказал, нет. Послушайте. Герои должны называться своими именами. Кто торгует? Кто занимается именами? Я только что ехал с Украины на машине. В Тульской области меня остановил наряд, который совершенно красноречиво показал мне, как они зарабатывают в час в среднем тысячу долларов. Еще раз, еще раз я вам повторяю, в час. Элементарно. У них выносная камера, поворот, знак 40, скорость фиксируется 100-120. Вот через два километра они вас останавливают. Двойное превышение. Они вам показывают лишение прав. Лишение прав. И дальше у них такая очень смешная история. Они вам говорят, слушайте, откуда едешь? Я говорю, с Украины. Покажи страховку. Я показываю страховку. То есть, я говорю, слушай, ребята, из отпуска денег мало. Тогда, говорит, ну ладно, денег мало. 100 долларов давай еще. То есть, вот 100 долларов, это вот даже не стесняясь, не боясь. Да, конечно. Плевать на все. Вот его. Секундочку. Дешево, кстати. Дешево. За это нарушение. Правильно. Правильно. В тот момент, когда я стою, у него уже еще двое стоят уже. Уже. Он оттормознул. Это, говорит, номер такой. Он говорит, не чести. Потому что он не может очередь устраивать. Понимаете, два человека стоят, я выхожу. Теперь посчитайте, пожалуйста. Слушайте, это же ООО. Вот, это криминал. Это итог его президентства. Теперь посчитайте, пожалуйста. Значит, весь разговор со мной занял три минуты. Да Путин-то здесь при чем? Что вы? Ну, опять. Понимаете, Путин, не Путин. Реформы прошла МВД. Они переучаствованы все. Он же участвовал в этой реформе, я думаю. Правда же? Еще раз. Слушайте, ну мало в чем он участвовал. Давайте вот, так сказать, вешать собак. За каждого гаишника. А за что он отвечает? Ну, а за что он отвечает? Я просто хочу сказать, что михая бригада, которая зарабатывает. За развитие системы отвечает. Не за гаишника, аж конкретно. Вот система. Вот система. Коррупции. Ее коррупцию победить нельзя. Правда? Если тысячу долларов они в час зарабатывают. Просто нельзя. А это точно. Ну, как? Вот с меня 100 взяли. А с меня взяли, например, 500. Ну, например. Скажем. Это все криминал. Это все нормальные законы. Ну, конечно, криминал. Конечно, криминал. Давайте мы послушаем. Мы хотя бы пару, может, звонков успеем принять. Добрый вечер, вы в эфире. Как так? Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Добрый вечер, Юрий. Да. Ваши гости Илья Москва. Да, Илья. Вот слушал всю вашу передачу. Смутила, испугала, скажем так, одна вещь. Когда мне говорят о том, что, господа, мы сейчас очень демократическим институтом, но мы решим, какие эти будут выборы, и научим, как это сделать. Но вот пока это будет не демократический путь, а мы определимся. Демократическая избранная власть ведет. Мы не знаем, правда, каким способом она уйдет. Но она должна уйти, потому что она неправильная. И говорят о том, что мы наш, мы светлый мир построим. Вот я этого боюсь. Вот тогда, реально, я не сторонник Путина. Я даже не голосовал за него. Очень много вижу огрех его правления. Но я первый, кто стану, и начну защищать Путина. Вот честно говоря. Да, спасибо. Вот вам секрет победы Путина. Отлично. Очень, очень, очень хорошо. Значит, я... И чудеса волшебства господина Чурова. Вот присовокупить чат. Я еще раз повторю. Значит, вот я считаю, ну еще раз, это мое мнение. Я не хочу говорить за всю оппозицию. Я считаю, что на сегодняшний день основная задача воссоздания процедур. Воссоздание процедур. Вот любыми средствами, любыми методами мы должны вернуть стране процедуры и демократические институты. Выборы, партии, конкурентную политическую среду. Восстановить из иллюзорной, из витринной, из мифологической мы должны создать реальную политическую демократию. Без этого никакого движения вперед не будет ни в одним, ни по каким направлениям, ни в экономике, нигде. Современно. Мы не конкурентная страна сегодня. Не может быть конкурентное общество. Посмотрите, какие страны сегодня с успехом добиваются. Конечно же, все-таки демократические. Не надо мне рассказать про Саудовскую Аравию. Не надо. Конечно, демократические. Мы не конкурентная страна. Мы рассыпемся, развалимся. Еще будет деление и так далее, и так далее. Нам нужно вернуть процедуры. Это Александр Рыклин. Завершить нашу сегодняшнюю программу. Я хочу слова письмом Натальи, которое прислал. Мне кажется, что в чем гениален Путин, как политик, пишет Наталья, так в умении превратить все политические институты в симулякры. Конечно, понятно, что и до Путина эти политические институты были слабы, но элита предпринимала хоть какие-то усилия по построению демократии. У нынешней элиты только имитация, поэтому страна и сыпется. Это письмо Натальи. Спасибо вам, господа. Александр Рыклин, Дмитрий Орлов. Реальное время. Финал МФМ.